здравствуйте друзья сегодня у нас на столе творческий беспорядок рассказываю почему очень скоро все вы точнее большинство из вас будете печь куличи или творожной пасхи и как правило венцом этого творения является глазусь в моем детстве знакомые знакомых и родственники делали глазури всегда одинаково из белка и сахара ну вот получалось нечто такое воздушное но со вкусом яйца который не всегда и не всем нравится но сегодня к счастью на прилавках видов глазури великое множество вот как готовы так и можно сказать полуфабрикатов и мы специально для вас решили протестировать основные необычные рецепты сахарной глазури для кулича в состав это глазури входят как сгущенное молоко так и сухое молоко вот лимон у нас здесь есть и соответственно что он существует есть вода вот а и конечно же самая быстрая самая необычная глазурь глазурь из белого шоколада все эти рецепты нашла моя коллега евгения гвозденко женя тебе слово расскажи пожалуйста вот если можно что мы сегодня будем делать вот буквально можно зачитать по бумаге какие виды глазури у нас у нас сегодня пять видов куличей не покрытых и один вид кулича уже покрытый вот все потому что вот вот дальний кулич который же с глазурью там такой рецепт глазури который мы вам позже расскажем который очень быстро застывает его держать вот приносить и показывать просто нельзя а мы для вас приготовим такие виды глазури которая застывает не сразу и которую я так понимаю готовить достаточно несложно судя по рецепту несложно готовить и мы проверим насколько быстро она застывает насколько несложно она готовит насколько несложно готовится как быстро застывает и осыпается ли при резке да ну и и давайте наверное тогда мы еще расскажем вот конечно субъективно со вкусовых ощущениях потому что порой бывает что-то очень переслащенная порой бывает невкусно бывает что очень липкая и и возможно вот поэтому да и какие же у нас сегодня рецепты у нас сегодня две готовы глазури это дешевая за 30 рублей мы ее купили вот этот подороже она стоила 130 рублей чего себе а были еще за 300 ну вот и нашли в интернете несколько рецептов значит одно называется лимонная она состоит из сахарной пудры сока лимона или лайма и цедра лимона мне кажется это интересно вот еще одна глазурь называется молочная она состоит из сухого молока сгущенного молока и лимонного сока мне кажется тоже стоит попробовать и последний вариант у нас будет кулич залитый белой шоколадкой мы посмотрим останется ли она липкая или сможет застынуть и насколько это вкусно но вообще какао-масло в принципе там содержится то она при комнатной температуре обратно застывают запросто попробуем у меня есть деловое предложение а может быть начнем шоколадки как раз попробуем вот она опустили в теплую воду горячей воде замочили предварительно ну будь осторожную так мы отрезаем кончик кончик упаковки так она она потекла выдавливать поскольку шоколадка лежала горячей воде то она расплавилась и стала абсолютно жидкой так налили пока все идет нормально и размазали так по виду это похоже на глазурь для кулича если еще присыпать чем-нибудь красиво она она не стекает да если поставить в холодильник то может быть может быть даже и без холодильника она застынет давай проверим да то есть мы же специально взяли ее первую вот ждем пока застынет ждем и теперь мы переходим к той глазури которую готовить сложно да я такой вот это мы оставим напоследок наверное да ну давай итак ты себе нас лимонная поливка называется глазурь она состоит из сахарной пудры дай мне стаканчик а кончик так ну будем делать чуть-чуть потому что в рецепте 150 грамм сахарной пудры а мы возьмем одну столовую ложку поскольку кулич у нас маленький сок одного лимона выдави пожалуйста соответственно сок половины лимона вероятно да даже четверть я бы сказала четверть а и все на этом нет тогда надо больше а наверное надо будет чуть больше и разводить хорошо как ты льешь нормально на востоке так и гранаты выдавливают все хорошо вот тебе сок наверное четверть и лимона да получается жидко пока жидко пока ничего мы сделаем гуще за счет сахарной пудры разбавлять приходится довольно сильно а дело в том что сахарная пудра очень легкая поэтому одна столовая ложка пудра это скорее всего где-то 25 граммов не более того может быть даже меньше вот так что ничего не жалею и добавляем лимонную цельку все что у нас есть это примерно с половиной лимона сняты я попробую насколько это кисло и сладко очень насыщенный кисло-сладкий вкус много сахара молного лимона а можно посмотреть консистенцию ух ты уверен я больше там еще сахарной пудры нужно и прям побольше потому что она вряд ли такая вообще когда бы то ни было застынет если только через недельку не раньше а вот здесь уже есть шансы застыть я думаю да в всяком случае подсохнуть но она наверное будет очень сладко очень жизнь ты знаешь не факт потому что вот я сейчас пока же не покрывает расскажу вот здесь на самом дальнем плане лежат пончики политик да мне кажется да так вот здесь на самом заднем плане лежат пончики покрыты сахарной глазурью сахарную глазурь по промышленным рецепту сделал дома я это та глазурь который пакивают ромовую бабу она состоит исключительно из сахара и воды уваренных до состояния нитки это сироп уваривается так вот и затем он взбивается поэтому в моей глазури сахара не меньше и на выходе все получается вполне себе слушайте а мне нравится если она застынет будет вообще отлично да очень красиво даже если она не застынет ее с удовольствием можно будет так образец номер два готов готов отставляем ваша очередь мы берем но по рецепту четыре столовых ложки сухого молока 8 столовых ложек сгущенного молока так и две чайные ложки сока лимона но у нас значит у нас сухого молока нужно две столовые две мы как раз вот возьмем а нам нужно две столовые ложки сухого молока а сгущенного тогда сколько ну от 3 до 4 от 3 до 4 охота ну давайте сделаем следующим образом вот мы будем считать что вот это две столовые ложки сухого молока вот здесь соответственно сгущенного пусть будет 3 да и сок лимона минуту я достаточно просто все на глаз делаю поэтому раз два пусть будет вот так я думаю что пока достаточно и сок 2 чайных ложки лимона но получается 1 чайная я чуть побольше должны добавлю с ваш вот так ну что ж друзья давайте я попробую это смешать для этого я возьму пластиковую ложку ну ждите и она еще не готова потому что сухое молоко с большим трудом со сгущенным смешивается поэтому ждем ну что же товарищи это это хорошо нет это хорошо так и должно быть все хорошо вот отлично да 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 она не течет так вот здесь нам даже наверно кисточка не поможет потому что поможет нам здесь только что-то твердое сейчас минуту да это чуть-чуть молоко не вработал ничего страшного мне этот рецепт очень нравится он мне интересен да посмотрим как она застынет меняем способ применения закрытый тюбик опустите в стакан с теплой водой пока содержимое не станет мягким вы знаете я могу сказать что я уже посмотрел состав это глазури что интересно он практически идентичны естественно это сахарная пудра и сухими растительными жирами то есть скорее всего с высушенным пальмовым маслом ну и там присутствует некий ароматизатор в виде вероятно ванилина вот и крахмал поэтому удивительно что вот этот маленький-маленький тюбик очень твердый очень твердый так а вот это мы соответственно по а это разводим стакане в рецептуре смешиваем содержимое пакета и 2-4 столовые ложки теплой воды сколько она стоит 30 рублей 29 с чем-то понятно в принципе терпимо цвет у нее конечно не настолько белый как у белого шоколада и у сгущенного молока сахарной пудры а все они кстати разного цвета ну что же я приступаю попрозрачнее чем молочная и чем шоколадная да но единственно что у нее еще есть риск довольно сильно стечь поэтому давайте попробуем вот так вот 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 здесь текс про мобильный полил ну я старался в конце концов коллеги же будут пробовать так ну что ж вот будем считать что мы завершили тут прям можно рисовать ух ты как ой ой она с той стороны сверху стрянула да то разгерметизация сверху кстати да это действительно скорее глазурь для рисовки вероятно да нежели ну там написано что для куличей на упаковке вот сверху она лучше выдавливается чем снизу ну не сказать что очень удобно да неудобно очень удобно очень удобно да действительно уже поздно наверно надрезать ножницами до удивительным образом производители за 150 рублей не очень за 120 не очень сильно постарались кулич покрыт не очень хорошо зато покрыты руки и так мы завершили процесс нанесения глазури как она застынет минут через 20 я думаю можно посмотреть дорогие друзья прошло не 20 минут прошло 35 минут с тех пор как мы оставили глазурь застывать но это не страшно собственно говоря наверно в домашних условиях она застывает и дольше ну что давайте проверим но не только проверим но и продегустируем а для дегустации для наших изделий мы пригласили сегодня главного редактора газеты мои портала мои онлайн элина булгакову и редактора портала мои онлайн алина морозова товарищи да поскольку поскольку у нас возможно уже как бы до нас и принюхались вот к запаху глазури вы все-таки свежим если можно взглядом и не только взглядом и вкусом агенте пожалуйста наши образцы молочная называется так товарищи ну что наверное мы вот этот разделим на две части и еще парочку мне кажется можно да ладно ладно так глазурь не застыла да я вижу глазурь нет жене глазурь прекрасно она мягкая но она совершенно не крошится она не стекает она не меняет своей консистенции поэтому по моему с ней все хорошо она не мажется кстати она очень хорошо режется да 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 она даже она даже не осыпается ну что ж сгущенное молоко и сухое молоко во всяком случае в плане консистенции нас не подвели пожалуйста дорогие коллеги разбирайте как раз таки с сухим молоком но это приятный запах за молочный вкус на вкусно она вкусно и очень насыщена ну прям такая как отдельное десертное блюдо в общем-то у нее можно булочку макать белая белая нутелла какая-то вот сурок да можно мазать да очень вкусно интересно так значит нам только глазурь нужно оценить правильно да только глазурь а куличи все одинаково но тут любителям сладостей все-таки вот для меня глазурь должна быть какой-то более такой легкой и не совсем что ли заметной ну должна оттенять кулич как как-то вот так а не забирать на себя а это прямо очень такая вкусная сладкая я говорю это вот какой-то крем для для идея прямо на 5 действительно молодцы товарищи ну что перейдем к классическое или к лимонной давай классическая из пакетика классическая за 30 рублей тоже тоже сделано мною так что я за нее болею не знаю мне пока белая нутелла очень понравилась ну да вот кстати прям белая нутелла испечь бисквит и ею как кремом это вообще будет прекрасно ну да друзья разбирайте это прям ванилью пахнет ну вот я обычно покупаю для куличей такую глазурь но только ее не разводить а как-то подогревать в кипятке прям в пакете она вот приобретает такую консистенцию ого а ведь мы в нее лимонный сок не добавляли а там есть есть лимонная кислота ну честно говоря я бы постереглась покупать из пакетика я не знаю что там лежит а мне очень нравится да вполне мне кажется ну она да вкусная такая кисленькая я думаю если почитать состав могу конечно будет сахарная пудра сухое растительное масло пальмовое как и в кофе 3 в 1 крахмал лимонная кислота да это не очень хорошо конечно же да безусловно здесь для создания эффекта жирности которого нет в сахарной глазури да здесь используются растительные жиры но она кстати довольно кислая но вот у нее прям ярко если бы мне кажется выраженный лимонный вкус мне кажется она слишком сладкая вот именно сахар какой-то чувствуется может просто его много то что она расплылась там может не знаю но Женя какой шоколад ближайший да шоколад вот прям на языке вот эта сладость она немножко чрезмерная на мой вкус хотя я сладкое люблю а мне так понравилось мне все нравится мне тоже все нравится но подождите мы еще не все попробуем если выбирать это просто белый шоколад да это просто белый шоколад выдавленный из упаковки так он тоже не застыл он мягкий он мягкий но не расплывается запретная мечта диабетика запретная мечта Ну и запах, соответственно, похож на первый вариант, мне кажется Ну, потому что белый шоколад, на самом деле, это сухое молоко, да? Я хочу сказать, я раньше делала такую глазурь, если подольше постоять, она застынет, будет как шоколад Вообще классический белый шоколад, это не сухое молоко, это одно сплошное какао-масло Он должен быть очень дорогим, очень вкусным, очень насыщенным и так далее Но тесто, безусловно, это пальмовое масло, сухое молоко и сахарное Ну вот этот вариант мне, кстати, ничего, понравился Не, ну шоколадка вкусненькая, но мне кажется, это не должно быть глазурью для кулича Ну я бы сказала, это такой вариант, вот если ты не знаешь, что сделать, я просто буду знать, что вот можно на скорую руку взять белую шоколадку и применить ее таким образом Да, это очень быстро и на таблику Потому что я как-то не додумалась Ну а сгущенку и сухое молоко, мне кажется, не сильно сложнее сделать Ну не у всех есть сухое молоко в доме, понимаешь? Между прочим, банка сгущенки стоит 150 рублей где-то, да? И пакет сухого молока стоит рублей 170 Это довольно дорогая глазурь Ну ты знаешь как, смотри, сгущенки, если, допустим, добавят туда 3 столовые ложки сухого молока, немножко она тоже будет нючная Ну тебе же не продадут 3 столовых ложки? Не продадут 3 столовые ложки молока Режем следующий У нас из тюбика глазурь Ой, как она застыла Ох, ну здесь, наверное, да, больше кулич, нежели глазурь Вот Ее немного как-то Ну вот глазурь из тюбика это очень неэкономичный вариант Нет, она просто сверху прорвался тюбик и вся оказалась у меня на руках Это же, я просто ее покупала как-то раз И все равно мало Покупала ее со скидкой, потому что за полную стоимость реально на кулич нужно 2 тюбика, это прям дорого Да, куличей обычно несколько делаем А сколько стоит один тюбик? 130 рублей вот это стоило Ой, нет Она, которая пластмассовый вкус имеет Вот что нет, то нет, да Она, кстати, похожа на пену монтажную немножко Пластмассовую? Нет Ну да, это такой вариант вот прям Нет, если вообще ничего не имеешь Ну, к сожалению, я думаю, там тоже состав А я смотрел, состав все то же самое Абсолютно растительное масло Причем, я так понимаю, что в сухой Глазурь этого масла меньше В сухом виде, здесь его больше Она такая жирновато-масляная Совершенно непонятно для чего же Такой, наверное, неплохо рисовать Ну, например, написать что-то на торте Да, она быстро за хабе С днем рождения Рома, да Но она не для того, чтобы ее употреблять Не, это отвратительно Если бы кулич был невкусный, то Хотелось бы куда-то сбежать поплакать После такого приема пищи, не знаю Алина-то в своем Амплуа, молодец Ну, я... Давайте Давайте же наконец-то посмеемся Попробуем, ну, самое интересное Ну да, 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 конечно же Это у нас... Напомню, Женя, что здесь у нас? У нас здесь лимонная цедра, лимонный сок И сахарная пудра Ну, мне вид очень нравится Я на самом деле люблю... Вот когда она застынет, я уверена, будет вообще отлично Потому что она уже застывает Так, ну что же Аромат, да, аромат она Придала достаточно интересную пудру И мне кажется, не для каждого кулича подойдет эта глазурь Она слишком насыщенная Разве рецепты разные сильно? Нет, один тоже Нет, я имею в виду в принципе Мне же кажется, что на Пасху все плюс-минус один Нет, нет, нет Каждый делает Ну, у меня бабушка единственное с орехами, наверное, делает это Ну, конечно, очень запах прекрасный Надо какой-то простенький кулич Да, запах волшебный Вот эта глазурь не прибивала все эти цукаты и орехи Ты знаешь, Женя, мне кажется, что как раз она вот именно в этом вкусе К цукатам она прекрасно подходит Да, потому что цукат фруктовый, вот эта глазурь прям вообще замечательна Но я думаю, она вообще на любых мячах будет хорошо смотреть Она, по-моему, только дополнила и очень даже вкусная Да, очень вкусная штука И очень здорово дополнила Вот прям как будто бабушка делала В хорошем смысле слова Вот какой-то давний рецепт Он очень по-домашнему Да, да, сквозь поколения И, кстати, вот такая очень интеллигентная и тонкая вещь Потому что вот этот лимонный свежий очень вкус Если туда чуть лайма, будет такой еще более свежий Прекрасный Прекрасный Итак, сахарная помадка Бонус Давайте посмотрим Бонус за помадку Если она только не развалится Вот она осыпается, кстати Она осыпается, да Потому что здесь по-другому Ой-ой-ой Что-то там внутри еще есть Да там начинка была Но я боюсь, что его глазурь не ощутится Ну вот эта сахарная глазурь Вот я как-то делала Так вот, да, к сожалению Когда ты режешь кулич Да, она сыплется Она сыплется Вы можете просто чуть-чуть ее попробовать сверху и все Ай-ой-ой Алине Ничего не досталось Да, можно просто кусочек В пончике какой-то очень страшный джек Яргаранжевый А что это? Не знаю На юпе? Наверное, апельсин Разведенный юпе? Не знаю, я ничего не чувствую Ну вот сахарную такую штуку я люблю Это да, как ты правильно сказала, с ромовой бабы Да? Что-то типа такое Нет Но, к сожалению, она вот непрактична На ромбабе пожарнее слой просто Насыщенно гораздо Да Вот это жалкая пародия Да Ну а что это? Это действительно так Это действительно как стекло Издевательство Стекло Позвали, скажи, пробовать глазурь А сами ее А сами глазурь дают Ну что, большинством голосов Я так понимаю, победителем Но объявляем глазурь с лимоном Да, это очень вкусно А вот мне еще молочная понравилась Молочная, я бы сказала, что это скорее крем Ну это вот вопрос на любителя Она очень вкусная Визуально очень хорошо сидит на выпечке Не течет никуда Но вот я бы ее как крем применял Потому что прям вообще отлично Ну так цедра она тоже, по крайней мере на данном этапе Не то чтобы глазурь, а как посыпка сверху выглядит Сейчас она еще не застыла Она когда застынет Застынет, я уверена Ну я ж не знаю, как она будет выглядеть Я болею с ней Пока здесь это посыпка Ну и наверное на третье место я бы поставила вот эту штуку Что? А вот эту помадку Не 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 Вкус Ну вот и она только не практичная Она осыпается вся Осыпается Химозными вещами Просто жалко Да Понятно Ну что ж Тогда наверное я скажу удивительную вещь для вас Но мой фаворит это вот эта штука Потому что я даже наверное попрошу вас оставить пакетик И я буду ее покупать Поскольку в принципе я чувствую, что в ней особо плохого ничего нет Она такая достаточно приятная кисло-сладкая Мне очень нравится то, что она вот так вот интересно при размешивании Как бы Ну хорошо лежит Да Человек, который печет пряники, будет глазурь из пакетика Ну нет конечно же, для пряников я делаю отдельно совершенно Да, да, да Но вот иногда кстати я теперь понимаю, что да Наверное вот Вот как это под настроение именно вот этого Мне будет хотеться, не знаю, может быть потому что я традиционалист Вот Для гостей я возможно буду готовить вот такую А для себя вот Как можно больше вот такой Если бы я умела готовить Алина, все очень просто Я бы выбрала вот этот вариант Я бы готовила себе Берешь рецепт и смешиваешь Алина, ты знаешь, вот так как я его делал я Могу тебе сказать, что поразительно простой рецепт Выточку сложно Глазурь ты ладно, я сооружу А ты покупай готовую И покрывай ее глазурью собственного изготовления Я еще подожду, пока вы меня позовете на следующую дегустацию Хорошо, спасибо Ну вот видите, как интересно получилось Да, то есть кроме классической глазури, которую мы знаем с детства Из яичного белка и сахара Оказывается, существует очень много видов интересных кремов Которые могли бы эту глазурь заменить Но, тем не менее, здесь могу согласиться я с Ириной Все же мы на светлое Христово воскресенье Привыкли кушать куличи и угощать друзей С куличами с более-менее классической глазурью Верно? То есть здесь наши мнения, наверное, совпадают А вот как раз Евгения и Алина Вероятно, придерживаются другого мнения, правильно? Я за эксперименты Конечно За эксперименты Что вкусно, то и надо Зачем классику? Таким образом, мы пришли к выводу Что и классика может быть вкусной И экспериментальная глазурь тоже может быть вкусной Вот это, наверное, главный вывод нашей сегодняшней дегустации Легкой вам руки в готовке С наступающим праздником!